Всем доброе, прекрасное воскресное утро, выходной, как сегодня в инстаграме прочитала людей, не знаю, выходной, на выходной неделе, в выходном месяце, зашибись, буду сейчас завтракать своим хлебом, он получился прям нормальный для тостов, так немного подсох, я вчера вот так вот нарезала, вот, сейчас попробую, пахнет, конечно, нереально вкусно, в общем, посмотрим, как на вкус. Субтитры сделал DimaTorzok Очень вкусный хлеб, тосты получаются отменные, так что ждите рецепт. Скоро сниму, потому что он стоит, ваше внимание, драгоценного времени. Пой, птичка, не стыдись, да. Пой, пой, да, вот так, вот так. Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик. Смотрите, как он все вот это слопал. И палку уже вторую ему повесила. Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, всем нужны друзьям. Чирик-чик-чик-чик-чик, даже воробьям. У нас классная сегодня погода, смотрите, какая замечательная. Можно идти. Сейчас полчасика пройдет и пойду на крышу заниматься. Укропчик. Кто-то идет, кто-то идет, кто-то по улице идет. Показалось, слышала. Кабулки. Или это уже, наверное, может быть, дома ходят, наряжаются, ходят на кабулках, чтобы не разучиться. Ой, блин. Так, Чарли тут раскидал все игрушки. Одну мячик достал сегодня. Вот так вот. А сейчас он там сторожит на кухне, муж кушает. Завтрак. И он думает, что что-нибудь отхватит тоже. Какой-нибудь кусочек тоста. Много разбавить вам домашних видео. И пятачок наш. Так на улице сегодня хорошо. Сейчас погуляю с ним. Где-то там бегает. И пойду. А, ну, зарядка эта, естественно, у меня. А потом пирожки печь с картошкой. Вот так вот и живем. Кухня. Даже птичек что-то здесь нету. Обычно тут птичек столько много. Так вот все трещат, трещат. Кстати, уйти, а то на голову могут. Ну как, ну, это к деньгам. Хотя откуда сейчас у нас деньги-то? И откуда дома сидим, работы нету. На улице вообще никого. В обычные дни хоть это, с собаками. Хотя уже поздновато время, 12-й час. Я что-то, знаете, встаю, в телефоне поковыряюсь. Потом в Ютуб залезу, посмотрю что-нибудь. И так вот жизнь проходит. Еще месяц нам, по крайней мере, точно сидеть. А погода все улучшается и улучшается. Ну ничего. Пускай она улучшается, море нагревается. И потом, когда мы выйдем из карантина, пойдем все на пляж купаться. Сначала я, конечно, всех моих клиенток перекрашу, перестригу. А еще я что хотела рассказать. У нас сегодня в Испании вербное воскресенье. Доминго де Рамос. То есть на следующей неделе, завтра, начинается знаменитая наша Сибана Санта. Сибана Санта, которая никогда в жизни не отменялась вообще. Ну было, правда, сто лет назад. В прямом смысле этого слова. Не помню почему, надо уточнить. Но всегда проходила. Это святое, как говорится, страстная неделя в Испании. И вот в этом году она отменена по всей Испании. Вообще нигде не будет никаких шествий, ничего. Обычно вот такие дни самые-самые. Блин, рука устает. Это четверг, пятница. Чарли, пока калфайду убрать. Вот. А в этом году, представляете, не будет страстной недели. Хотя я слышала, что некоторые шествия перенесут на осень, в сентябрь. Я не понимаю, как это так. То есть, представляете, Пасху перенести на какой-то другой день. Как это будет, я не знаю. Еще у нас все праздники после страстной недели. В мае начинаются все коммунены. Это первое причастие детей. Походу их тоже отменяют и переносят на осень, на сентябрь. В общем, религиозные праздники переносят на сентябрь. Как это, не знаю. В эту неделю очень много у нас туристов приезжало. В общем, да. А за счет этой недели поднималась экономика наша. Как говорится. Как это сказать-то. За счет туристов, в общем, зарабатывали все денюжки. А в этом году не заработаешь. Ну, ничего. Осенью все наверстаю. Позанимались немножечко. Позанималась. В приложении там каждый день все тяжелее и тяжелее и тяжелее. Не знаю уже, который день занимаюсь. Все, кстати, там на террасе ходят. А мы тут притащили. У нас внизу, в той квартире старой, где мы жили, был стул такой деревянный. И там мраморная, как плита была. Стол деревянный выбросили, потому что там начали заводиться жучки. А мрамор-то я, я же девушка прибирательная, и все прибрала. И вот мы его притащили сюда. Это стоило огромных усилий, потому что мрамор весит офигенно сколько. В общем, такой стол у нас получился прикольный. А это тут собираем уже барбаку. Ну, не собираем, конечно. Будем барбекю делать. Я кину, а я ламихора и аки ай. Ну, аки ну ай. В общем, не хватает двух вот этих, почему-то потерялись. Так что пошел искать. И на днях забацаем барбекюшницу. Мы ее на пляж возили, на пляже делали барбекю. Маленькие такие. А вот сейчас на террасе решили сделать. Как-нибудь на днях. Вроде дожди больше не передают. Вот там, видите, тоже с портом на меня насмотрелись. Они все смотрели на меня, как я занимаюсь всю дорогу. И сейчас решили сами позаниматься. Видите, как я их смотивировала. У нас тут уже потихонечку становится спортзал. Смотрите, привесили вот такие резинки. Вот. У нас есть еще красная, она посильнее. Чтобы мышцы качать вот так. В общем, да, устраиваем спортзал потихонечку. А что делать? Скакалка у меня здесь есть. Вот. Будет погода хорошая. Принеслу кресло, буду загорать. Как-то нужно выкручиваться из этой ситуации. Обязательно выкрутимся. И нужно стараться с наименьшими потерями. А сейчас я пойду немножко полежу, чтобы остыть. В ютубе полазил, времени еще мало. И пирожки с картошкой лепить. Раз, два, три, четыре, шесть пирожочков получится. Мням-ням. С картошечкой приступим к лепке. Мням-ням. Слушаем новости. И, кстати, знаете, хорошая новость. У нас сегодня 150 человек меньше умерло, чем вчера. Представляете? В общем, всем дальше вот прям сидеть дома, не ходить. Еще не смотрела, сколько там зараженных и все такое. Но этот вирус уйдет, когда выздоровевших станет меньше, чем, больше, чем зараженных. Тогда уже будем, как говорится, ну, уже радуют 100. 600 с лишним человек умерло за один день. Представляете? Но вчера было почти 900. Так что мужу говорю, выбирай. Либо курица, либо чечевица. У нас осталась с этой недели. Он говорит, курица. А он любит только грудь куриную, грудку. Я говорю, а там только это, ляшка. Он, чечевицу не хочу. Я говорю, курица. Другого, третьего не дано. Он говорит, с картошкой. Вот, картошка от пирожков. Они у меня тут уже лежат минут 10. Кстати, яйцо вот вареное пускай тоже вчерашнее съест. Вот. Я его не съела. И котлету вчера съел Чарли у меня. Поэтому буду сейчас жарить пирожки и будем обедать. Прям, знаете, даже настроение поднялось, что вот оптимистично. У нас, кстати, новости не такие. Прям, знаете, что послушаешь и жить ей хочется. Нормальные новости такие. Наоборот, как бы они нас поддерживают. Там вот оптимизм вселяют. Не такие, что там вы все умрете. Нет, они наоборот говорят, так держать. Вы молодцы. Сидите дома. И только так мы сможем победить эту заразу. Ай, масло открывает. Что я на оливках-то буду жарить? Что я дурак, что у меня есть? Обычные, подсолнечные. Так что буду жарить мою 6 пирожков. Пирожки мои готовы. Кстати, это вторые пирожки в моей жизни. Но тесто выглядит вкусным. Я сейчас на вас попробую. Какое шикарное тесто. Боже. Я с вами буду делиться обязательно. Мягкое, как пух. Обычно, знаете, пирожки с полужарой, они твердые. А эти прям такие вкусные. Обалденно. Обязательно поделюсь. Всем приятного аппетита. Я себе шила новую маску. Смотрите. Мне кажется, это более лучше. Другая форма. И не более удобно. Сидеть там еще долго. На карантине. А еще, по вашим советам. Мне советовали. Смотрите. Только у меня не от хлеба было. А вот от чая. Вот эта штука. Чтобы у носа больше. Я ее пришила. И, в общем, прикольно так. Больше это. Так что вот такая у меня масочка есть. Прикольно. Мне более удобно. Теперь у меня две. Ну, я не особо часто ее надеваю. Потому что, ну, куда мне ее надевать. Я в магазин раз в неделю хожу. Но завтра мне предстоит в магазин идти. Поэтому вот. На шопинг не ходим. Зато. Вот что такое. Зато. Будем новой модели масок. Пробовать. Что-то сидел-сидел. Думаю. Пойду сошью себе масочку новую. Что там. Пять минут ее и шить. И все готово. Прикольная, правда? И вот тут эта штука прям классно. Так это. За ваши комментарии спасибо. Так что пишите. Видите, как я. А сама бы я сроду не додумалась, что вот эту штуку можно туда прилепить. Так. Сколько у нас времени? Времени у нас пять. Пора выпить чаю. Какого-нибудь вкусненького. Оливочку. В общем, какие дела. На шопинг ходить нельзя. Будем маски шить. Сейчас пойду на крышу заниматься и с чарли погуляю. И все. Вот так вот день и проходит. Кстати, вы говорите, у меня март еще. Ну, спасибо вам, что вы мне напоминаете. Вообще, я не знаю даже, какой день недели. По-моему, в воскресенье. Вот, теперь у меня апрель. Пожалуйста. Какой день недели? Уже пятая, что ли? Ого! У нас уже пятая апреля. Ну, кому не верю. Ну, надо же. Страстная неделя, смотрите. Девятая, десятая. Это выходные. Но они у нас и так выходные. Осталось еще три недели. Мы будем сидеть до мая. Вот, сто процентов. Хотя. Сегодня телевизор только и говорит о том, что мы идем прям на улучшение, улучшение. Знаете, прям все налаживается. Так что даже в каком-то столе в следующей неделе хотят возобновить строительство. Ну, у нас же сейчас все сидят дома. Кстати, маскеты. Заметили с чего? У нас сейчас даже строители дома сидят. Все дома сидят. Ну, через нее хорошо дышатся, поэтому нормально. Так вот, строители сидят и все сидят. А вот с четверга следующего, по-моему, хотят уже сделать, чтобы работали. У нас все стоит в Испании. Вот вообще все стоит. Так, буду чай заваривать. Время в 8, вы знаете, до 8. Такая тишина в городе, везде никого нету. Везде никого нету. А в 8 все выходят на балконы, на улицы, ну, на улицы, в коридоры там. И слышите, все начинают хлопать, музыка играет со всех сторон. Вон, полицейский гул, потому что полицейские машины гуляют, ездят, гуляют по всем улицам города. В общем, оживают люди, такое ощущение, что в нем никого нет, а вот в 8 прям вот все выползают. Только не как в страшных фильмах, знаете, а вот с хорошей стороны. Чарли уже почесал домой. Вот, с хорошей стороны все вот поддерживают. В общем, у меня кудри вьются. Заметили, да? Не подстригаться надо, нам еще месяц сидеть. Ужас. Ну, сама, наверное, как-нибудь что-нибудь отрежу, посмотрим. Хотя, вроде бы как ничего. Я на пятачке была, если вы могли бы понять. Вы его, наверное, уже наизусть знаете. Чарли. Уже сходила в душ, намазалась кремиками. Сейчас пойду смотреть последний герой по телевизору у меня. Нет, они не скоро закончатся. Вообще, знаете, они сидят там в последний герой где-то, я не знаю, где на острове. И я им честно завидую, говорю, вы не спешите на бой, потому что они там на воле ходят. Чарли, Чарли просится. Ига. Без меня никуда. Никуда, никуда без меня. Ну, и тета пришел. Ну, и тета пришел. Моя любовь. А сейчас клиентка такая пишет сообщение по WhatsApp. Говорит, так, что ты меня там в очередь уже поставила на покраску? Я говорю, такая, какую очередь? Говорю, откуда я знаю, когда на эту очередь-то будет? Она такая, 6 апреля. Я говорю, в смысле, говорю? Кто тебе такое сказал? Ты, говорю, телевизор смотришь? Вот. Но это больше подружка уже, чем клиентка. Я говорю, до 26-го у нас карантин она. Блин! Ну, приготовь тогда, говорит, две краски. Так вот и ходит. Туда-сюда, туда-сюда. Вот. Ну, представляете? Она говорит, в очередь меня уже запиши. Я уже, знаете, переживаю, хватит ли мне краски, чтобы всех перекрасить. Она такая, я говорю, до 26-го карантина. Она такая, ну, две, тогда приготовь две краски, говорит, и ножницы, чтобы подстригать и красить. Ой, блин. И смех, и грех. Даже страшно мне, знаете, когда работать. Не знаю, посмотреть, краски хватит. А ее ведь и не закажешь сейчас, чтобы тебе привезли. У меня как раз эти две недели, когда вот у нас начался карантин, на эти две недели я должна, по планам была, заказ сделать. Мне его должны были привезти. А теперь все. Как, если я даже схожу, не знаю даже, как это. Они, наверное, не работают. В общем, да, трындец какой-то. Ну, у меня там есть запасы, конечно. В общем, даже страшно потом будет на работу выходить. Они все как ломанутся. Ой, ну ничего, прорвемся. На завтра у меня есть кое-какие планы. Так что оставайтесь на связи. Подписывайтесь, кто не подписан. Большое спасибо за ваши комментарии, за общение. А вот, что рассказываете, что у вас там, как у вас там. Потому что одно дело от новости смотреть. Там половина врут, половина непонятно что. А вот от живых людей, скажем так, более достоверная информация. Мне так кажется, по крайней мере. Ой, ну день у нас нормально прошел. Вроде бы по телевизору неустанно говорят, что идем на улучшение. Но сегодня воскресенье. Особо новостей так-то не было. Завтра будут новости. Поэтому завтра вам расскажу, чё, почём и как. Послушаем внимательно. Но говорю, у меня завтра есть кое-какие планы. Так что встретимся с вами завтра. Всем пока-пока. До завтра.